МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет, друзья подпольной правды! Поводом для сегодняшнего разговора послужило письмо Секунова Романа, в котором он нам прислал фотографию пиратского диска. А сегодня, как раз, возвращаясь сюда, в студию со съемок, мы наткнулись на пиратский ларек. Поснимать нам там не дали. Ну да и бог с ним, в конце концов, у нас в стране такими ларьками и прут, иди, и море за море. Так что сегодня в эфире на 3db.games.tv.ru самая добрая передача от Арктики до Антарктики. Подпольная правда. Сперва скажу вот что. К нам в редакцию часто приходят письма от блюстителей всего, что попадается им на глаза. Письма примерно такие. Вот вы так часто, в смысле я, так часто говорите о пиринговых сетях, а потом мы удивляемся, чего у нас в стране так много пиратов и так мало хороших игр. Во-первых, игр хороших у нас мало не из-за пиратства, а из-за того, что у разработчиков руки растут из такого места, из которого у порядочных людей ноги расти стесняются. Во-вторых, я говорю о пиринговых сетях не потому, что призываю кого-то и что-то откуда-то там качать, а потому, что кто-то, что-то откуда-то уже и так давно качает. И этого кого-то и чего-то, между прочим, 90% от общего числа игр игр игроков. И к пиратству это никакого отношения не имеет. В-третьих, если игра действительно стоящая, то ее не станут качать даже самые ярые качальщики, а купят лицензионную коробку. В наш век, когда информация гораздо доступнее свежего воздуха и мяса, не свержащего сои, это и является мерой подлинного признания. Ну или, по крайней мере, говорит о том, что игру распалили на все лады, а защиту взломать так и не получилось. Китмер Бой Ридаут нельзя вскрыть. Че ты гонишь? Ты что, хочешь сказать, что после того, как я тебя поддерживал, пинал тебя всю дорогу, улыбался всем этим детишкам, плясал, как мутак для домохозяек с блядком ярко-зеленым вельветовым костюмчиком и блядковой эльфа? Ты не можешь вскрыть ебаный сейф? Ты это хочешь сказать, да? Так вот, по дороге нам попался ларек, в котором продавались, и, надо полагать, продаются. Че с ними за полчаса ты станешь? Пиратские 10. Вы спросите, ну что? Я отвечу, ну ничего, если бы не цена, 500 рублей. Между прочим, цена лицензионной коробки. И там была приличная полиграфия, накатка, ярче, чем уперение попугаев в период спаривания, но мы имеем тот же самый диск с обычным софтом пиратского качества. Это идиотский перевод и все причитающиеся хлопоты, вроде необходимости скачивать файлы динамически подгружаемых в библиотеку. И такие обстоятельства сложились не только с играми, но и с кино. Совсем недавно я добросовестно приобрел DVD с мультфильмом «Кунг-фу Панда» в магазине. Прекрасная коробка, отличная полиграфия, даже, извините, логотип информационных спонсоров на месте, вроде «Европа Плюс». Все хорошо, но внутри обычный экран. Стоит, между прочим, три сотни. Та же самая история приключилась и с руководителем нашего портала. Он купил диск с фильмом, который ничем не отличался от лицензионного, за исключением одного. Обрывался на середину. Козлы, подсунули левую копию какую-то. Что тут еще сказать? Неуважаемые пираты, раньше вашу продукцию покупали потому, что а. это дешево, б. это быстрее, чем на официальном рынке. И мы понимали, что покупаем кота в мешке за копейки. Нынешний кот в мешке стоит дороже породистового экземпляра, при том, что он облезлый, кастрированный, шелудивый, как черт знает что. Оборзели, неуважаемые пираты. И бороться с вами можно и нужно. Уважаемые телезрители, присылайте на Правда, как всегда, собака.gamesdfistv.ru Адреса точек, где с вас содрали втридорога, а потом подсунули, черт знает что. А мы будем говорить об этом в эфире на 3db.gamesdfistv.ru Так, адрес я сказал, что еще. До следующего четверга. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова